Вот как у вас название «Моя профессия, мое будущее», так и сегодня у нас с вами «Диалог на равных» Это то, как вы умеете строить свое будущее, возможность продемонстрировать, что вас сегодня волнует Потому что люди, которые согласились поучаствовать в этом формате, рассказать о себе и о том, как мыслить свою профессию На самом деле могут стать для вас одним примером Знаете, как говорят, все мы немножко везде за вас Так вот, то, как формируется ваше будущее, то, что влияет на него, то, как вы можете его проецировать Как вы можете ставить свои цели, очень часто связаны с какими-то конкретными людьми Кто-то очень похож на своих родителей, кто-то был под впечатлением от первого учителя Кто-то, возможно, встретился с интересным врачом, который был вылечен и сказал «Я тоже хочу быть, как этот человек, врачом» Много разных историй, поэтому я вызываю вас всех сегодня обязательно делиться этими историями, когда будете задавать свои вопросы И немножечко о нашем формате Сегодня эксперты, спикеры, которые будут присутствовать на сцене, они будут отвечать на ваши вопросы Только на ваши вопросы, в первую очередь Для этого у вас есть два микрокопа, к которым вы можете подходить И мы просим где-то в течение минуты стараться задавать свой вопрос, потому что мы могли слышать всех, кто здесь не живет в зале, всех, кто хочет задать этот вопрос Ну и, соответственно, потом мы слушаем ответ и снова будем слушать новый вопрос Вопросы могут быть из любой сферы абсолютно То есть, если вас волнует, во сколько наши спикеры сдают, или во сколько они ложатся спать, или как устроен их день Любят они черный или зеленый чай, пожалуйста, вопросы действительно могут быть и вы Ну и после того, как они расскажут о себе, возможно, вам получится задать эти какие-то очень профессиональные вопросы Поэтому еще раз призываю вас не стесняться и активно принимайте участие в нашем сегодняшнем издалоне Ну а я с удовольствием приглашаю на сцену двух удивительных, очень талантливых, профессиональных людей, которые сегодня согласились принять участие в нашем формате Это хозяйка этого дома, вот Никола У меня есть первый вопрос к залу. Донимите, пожалуйста, руки тех, кто из Архангельска. Ну, чуть больше половины, по моим ощущениям, где-то 50 на 50. И, соответственно, я предполагаю, с большой долей вероятности, что те, кто приехал из других городов, еще пока не очень хорошо знают наших спикеров. Поэтому, Антон Александрович, и Бог Николаев, у меня будет первый вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вкратце, все, что вы хотите сегодня в публике донести. А я думаю, что потом они свои вопросы у вас знакомы. Любовь Николаев, пожалуйста, с вас. Добрый день, уважаемые участники форума. Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность такого интересного общения. Я не очень привычно сидя, поскольку лекции считаю все стоя, но я попробую. Я, коренная Ангела Городка, родилась здесь, в Архангельске. Кончила Архангельский государственный медицинский институт в те годы. Училась в одной группе с моим будущим мужем, который участвовал в стройотрядах. И очень много мне об этом рассказывал. До сих пор у нас хранится дома его устроотрядаховская куртка с большим количеством различных знаков, значков. И периодически, значит, в семье имеют место быть воспоминания. По распределению мы уехали в Вологодскую область. Обеспеченность правой в те годы была таковой, что не нашлось для двух Архангельцев ни одного рабочего места ни в городе Архангельске, ни в Архангельской области. То есть все места были заняты. Закончили мы стоматологический факультет, как я уже сказала, учились в одной группе в Вологодской области в селе, деревне. Мы работали четыре года, где родились две наших дочери. Ни одной минуты я не жалею о том, что мы поработали в сельской местности, работали самостоятельно с первого дня. Рядом с нами не было никаких помощников в виде заведующих отделениями. Там главный врач был у меня стоматолог. Поэтому спросить было не у кого, но с нами приехал чемодан с книгами, с учебниками. И поэтому консультировали мы друг друга. Если чего-то не понимали, не могли разобраться, то ночью читали профессиональную литературу, для того, чтобы не ошибиться в диагнозе. И особенностью тех лет было то, что мы дежурили по стационару. Значит, Кубинская больница в Вологодской области, номер два. Было гинекологическое отделение, детское отделение, терапевтическое и хирургическое отделение. Ну и акулатория, то есть поликлиника. Значит, дежурство по стационару, это любые пациенты с обнестрельными ранениями, с медицинами, с проводением язвы желудка и так далее. То есть это колоссальный опыт. Просто колоссальный опыт. Но я со студенческих лет, мы, вернее, с мужем со студенческих лет, занимались в студенческих кружках научных. И мне хотелось заниматься научно-исследовательской работой, поэтому мы вернулись в Артангельск, ординатура, аспирантура, докторантура, ассистент, доцент кафедры, кандидат наук, доктор наук, заведующий кафедрой, проректор по лечебной работе с 2011 года. Ну и вот ректор, ректор медицинского вуза совершенно для меня неожиданно. Ну да, вот тут Саша подсказывает, значит, в июне месяце коллектив доверил мне вуз уже на второй срок. То есть я буду еще возглавлять вуз в ближайшие пять лет, надеюсь, по крайней мере. Часто задают вопрос, мечтала ли я быть врачом. Я думаю, что просто предвосхищу немножко эту историю, поскольку я не мечтала быть медиком, несмотря на то, что мама у меня медицинский работник была, но я никогда не мечтала быть врачом. Любимые предметы в школе – это математика, физика и химия. Это КНАЛ. И поэтому поступала в Ленинградский политехнический институт на факультет сварки и резки металлов и планировала заниматься физикой, плазменной сваркой, лазерной сваркой, ну и так далее. То есть, в общем, где-то практически такой космос ближе к этому. И вот, все для этого в школе делала, училась в школе неплохо. Правда, никогда и нигде не была крупной отличницей. То есть, никогда не было такой мотивации. Ну, это, наверное, воспитание в школах тех лет. То есть нас не стимулировали получать медали. То есть, нужны были знания. И вот знания нам давали, знания мы получали. Но, как это бывает, к сожалению, я не поступила в политехнический институт. Поступила на научные подготовительные курсы. Училась на курсах. Решала задачи по физике, по математике. Но, когда собралась туда же поступать снова, меня родители не отпустили. И ставила туда, куда поступать в архлангельский. Педагогический институт или технический или медицинский. Первые, когда я поступать категорически отказалась. Значит, выбор сделала я сама. Поскольку меня родители не отпустили, я на них очень сильно обиделась. Я сказала, раз так, тогда пойду в медицинский. Взяла и поступила в медицинский. Но, поскольку я была, по сути, технаем. Мне не очень мне хотелось поступать ни на лечебные, ни на педиатрические факультеты. Я было всего три тогда. Я думаю, ну ладно, стоматология все-таки это техника. Поэтому пойду до стоматологической. Вот таким образом я стала, во-первых, стоматологом. Во-вторых, уже всем остальным. Но, поскольку наукой я хотела заниматься еще в школе. Вот, поэтому мотивация была определенная. И поэтому, в общем-то, наверное, это судьба. Скорее всего, да? То есть, как бы, выход был от политеха. Политех, наверное, потерял что-то. Вот. И вот, как бы, вся жизнь была выстроена таким образом, что я с удовольствием занималась и исследованиями. И мне очень нравится работать со студентами. Ну, наверное, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Очень длинная история. На самом деле, я тоже посмотрела, конечно же, пиографию, готовить к нашей сегодняшней встрече. И очень многие моменты, которые нигде на детальных источках, естественно, не зафиксированы. Поэтому, мне кажется, на самом деле образ сложилось совершенно другое сейчас, что вы говорите. Поэтому я даже самой несу уже пару вопросов. Сначала мы послушаем Антона Александровича. Что вы нам скажете о себе? АПЛОДИСМЕНТЫ Я спрашиваю такое предложение. Мы, когда вы озвучили, что вопросы могут последовать такого интимного характера. Восколько ложитесь спать, во сколько встаете, воздержитесь от них. Потому что мы с Пилой Николаевной такие антипримеры здорового образа жизни. Потому что работа не позволяет нас пытать в правильный режим. Это так, в качестве шутливого ступения. Я с большим интересом услышал не первый раз рассказ ректора о себе. И вот этот перипетий с поиском себя, которые складывались у нее, сиделся у меня, можно сказать, аналогично. И семье военнослужащих. У меня мама учительница русского языка, папа у меня офицер-подводник. Всю жизнь мы провели военные тюрьмы зоны. И, соответственно, никакого другого желания, как стать военным, у меня никогда не было. И наши семьи, я могу сформироваться. Но годы были таковы, что армия просто уже тогда на тот момент не существовала. И, не менее, вопреки воле родителей, я все равно поехал поступать в военное училище. Он у него почти поступил. Но вовремя появился мой отец, который сказал, что это совершенно неправильно, у меня нет никакой перспективы. Будущего нет. Никогда в настоящее время то, что происходило тогда в стране, не реализуешься как служитель отечества. И вот эти все результаты воспитания у меня как в советской школе они не смогут реализоваться. И, вернувшись обратно, отец со мной проводил воспитательную беседу на основе служения. И вот это служение более гуманной, более ответственной профессии он не видел, кроме как быть врачом. Я, в принципе, не мог ничего возразить, но сам по себе я проходил путь технояринг. Закончил специализированную школу физико-математическую 17-й лицей в городе Северодетский, поэтому склад характера и ума формировался несколько минут. Учитывая, что школа давала достаточно хорошие результаты, я, в общем-то, без каких-то трагичных элементов подготовки поступил с первого раза в медицинский университет на педиатрический факультет. Я поступил в институт, учился в академию, закончил университет. Моё поколение, оно застало все три этапа формирования сегодняшнего университета. Выпустился я как врачом-педиатром, тогда было достаточно специфическое распределение, и везде были места, и это не так, как сегодня, колоссальный дефицит. Учитывая, что балл был у меня достаточно высокий, у меня была возможность перейти на другую капельку. Таким образом, я поступил на капельку обширской гинекологии, и через год, через окончание интернатуры, был распределён в Приморский район и работал буйным, шерным гинекологом. После чего я поступил в ординатуру, закончил ординатуру обширской гинекологии и работал на областном роддоме. После парики и вата, и получил предложение поработать в свободное от основной нагрузки время, в соседнем округе, в низком областном округе, у меня была хвата заезда, я ездил туда во время обучения в ординатуре, а потом я там работал в течение 5 лет главным врачом в линейской гинекологии. После уже определённого периода работы к шерным гинекологам, я получил предложение прийти на работу врачом-ординатором гинекологической отделении онкодиспансера. И вот с 2002 года фактически я начал путь, где прошёл путь от рядового врача до главного врача онкодиспансера и стал онкологом, и одно время даже был главным нештатным онкологом в области. После того, как я был главным врачом онкодиспансера, я уже работал в линейском округе, главным врачом линейской кружной больницы, которая была много профиля. Вот такая идееватая карьера руководителя, она, в общем-то, кроме большого количества испытаний, дала ещё большое количество вот таких вот навыков, которые я на сегодняшний день не имею. Из такого опыта практического я был руководителем пяти спасательных операций по поводу авиационных катастроф. Это незаменимый опыт, не дай бог, чтобы кто-то из нас проходил, но тем не менее так сложилось, что пять раз я руководил спасательными операциями. Я был в Агентстве автоматологу, и она была у нас катастрофа смешанная с соседями, и в сухоми республике, поэтому этот опыт есть. И, конечно, его не забыть, и он укрепляет в сегодняшней деятельности, но тем не менее опыт такой-то человек. Ну и по окончанию контракта я вернулся в город Архангельск, где получил предложение быть сначала заместителем, а через шесть месяцев стал руководителем системы здравоохранения Акранской области. У нас на сегодняшний день есть три сертификата. Они обладают тремя специальностями. Третий – это организатор здравоохранения, без чего невозможно быть не руководителем. Без такого еще что могло бы быть интересным молодым специалистом. Был период, когда потребовалось еще немножко поискать себя. У меня есть опыт работы судовым инфекционным врачом. Я ходил в море и был у меня есть опыт работы судовым врачом. Тоже дал определенные плюсы. Я знаю плюсы и минусы этой профессии. Но вот учитывая чем я сегодня занимаюсь, это мне конечно же помогает. Ну и в заключении, хочу сказать, что у меня супруга моя, Александр Иванович Вильярдов, и я папа Вильярдов. Отлично. Это очень факт. Мы получили концепт. Коллега, у меня есть первый вопрос. Пожалуйста. В принципе, что-то поменялось у вас после того, как вы стали на эти значимые развития? Если да, то что? Прямо принципиально. А что ты перестала подать тренинг? Что-то вы не пристепляете. После назначения 20 минут? Да, после того, как вы стали редко. Принципиально, что поменялось? У меня такое ощущение, что не очень что-либо поменялось. Может быть, другой уровень общения, другие более сложные задачи. У меня так в жизни сложилось, что я просто очень много работала всегда. И с учетом моего спортивного прошлого, работоспособность всегда была очень высокой. Времени на солнце всегда отодилось мало. Поэтому вот этот запас здоровья, вот это неправильно. Атон Саныч абсолютно верно говорит, у нас не совсем правильный образ жизни. Наверно, нужно немножко по-другому как бы относиться. Но в молодости создается вот этот фундаментальный запас здоровья. То есть это в том числе и в вашем возрасте. И он помогает потом справляться с очень многими задачами. Работать приходилось всю жизнь очень много. В разных ситуациях по-разному. Потому что на период, когда мы начинали работать и только учились, и еще раз повторяю, рядом с нами никого не было, и сильно прибудилось очень много познавать самим, читать, обращаться в бус, к учителям. Ну а читать когда? Если бы... Ну вот на селе нас всего было двое, да, и мы работали тоже на полторы вставки, да. То есть мы прибудили, а еще дома двое маленьких детей. Значит, когда читали? Ночью. Ну или поздно вечером. Мы экономили время таким образом. Когда на кафедре я начала работать, у меня был очень замечательный, но очень строгий учитель на кафедре детской стоматологии, Борисов Юрий Ильинич, когда я пришла в первый день на кафедру, он сказал, что у нас работа начинается в 8 часов утра. С начала рабочего дня опаздывать не на одну минуту ни в коем случае нельзя. Не важно, что детский сад открывается в 8, и мне нужно было как-то еще детей в детский сад успеть в 8 и приехать в 8 на кафедру. Ну а заканчивается рабочий день с закрытием поликлиники, то есть тоже в 8 часов вечера. Ну и, соответственно, клиническая ординатура требует времени, да, ну и, естественно, нужно еще готовиться в том числе и к занятиям со студентами, которые нам поручали вести параллельно с учебой, осваивать какие-то новые технологии, профессию, ну еще есть научно-исследовательская работа, ну и так далее. В аспиранторе, в общем-то, такая же ситуация, аспирантура совпала с девяностыми, сначала в девяностых годах, когда нужно было еще и на хлеб носочный зарабатывать, поэтому это тоже было, в общем-то, время, когда приходилось работать. Но такая закалка помогла вот уже на современном этапе, потому что этот завод, вот эта вот как бы пружина, она до сих пор работает и позволяет справляться, надеюсь, в состоянии. То есть на самом деле это всего лишь шереперство, это просто один из вариантов. Это следующий этап просто работает. Это интересная работа, она очень разнообразная, она позволяет воплотить, может быть, в жизнь какие-то проекты. Ну вот иногда слышишь даже от коллег, когда они критикуют какие-то вещи, вот это плохо, это плохо, это плохо. Нужно не критиковать, надо делать. Чтобы делать, нужно просто взять и делать. Вот и поэтому любая должность вот такого уровня, она позволяет делать, меняя эти жизни вокруг. Да, вовлекая молодежь, вовлекая преподавательский состав. Иногда не очень хотят люди делать, поэтому любое руководство, это насилие, извините, в той или иной степени. Но когда ты понимаешь, чему нужно стремиться, то в общем-то эти все проблемы решаются и есть движение вперед. И хотелось бы принести, безусловно, пользу и университету, и Архангельской области, ну уж извините за такой высокопарный текст, да, наверное, и нашей стране. Вот поэтому если бы каждый работал в полную силу, то в жизни она менялась бы. Это то же самое, что когда жалуются, что вокруг нас там мусор, грязь там, ну и так далее. Вы один квадратный метр вокруг себя почистите, и триста тысяч населения Архангельской области, и сразу триста тысяч квадратных метров в город Архангельской, да, то есть триста тысяч квадратных метров сразу станут чистыми. А всего-то нужно полчаса времени, чтобы вокруг себя один квадратный метр почистить. Ну еще можно своего маленького ребенка. Вот поэтому нужно это делать. Замечательно. Нашим участникам. Да. Антон Александрович, у вас по значению что-то поменялось для тебя? У меня, наверное, поменялось бы все. Мы сегодня представляем разные категории работников. Я не даю чиновник. У меня статус государственного служащего, и класс государственного служащего, ну и, соответственно, все вытекающие из этого последствия. Если сравнивать с переходом между главными врачами и министром, у меня кратно увеличилась продолжительность рабочего года. У меня изменилась форма мышления и принятия решений. Потому что этот уровень не подразумевает тактические действия. Это, конечно, стратегический уровень. И этому нужно учиться. Это всегда нужно оценивать. Потому что ошибка на этом уровне, она выглядит всегда очень печально. И она несравнима. Потому что от тебя зависит не одно и черное учреждение. У нас система их 65. У него не имеется уровень ответственности, которая, безусловно, давит и наносит определенную такую коррекцию на твое и поведение, и мышление, и восприятие. Ты без этого никуда, и ты с этим не расправляешься, этого нет. Поэтому должность государственного служащего, она очень специфичная, она трудная, она ответственная. И не изменить твое мироощущение, она не может. И главное, к этому быть готовым и правильнее это воспринимать, чтобы какие-то твои прежние принципы, они в любом случае не решали и не трансформировались. И вот Григорьева сказала, что во многом успешности на более высоких постах и должностях способствует то, каким образом ты стартовал. Вот этот уровень организованности может быть даже с элементами спортивных или с элементами изначального воспитания и искренности и подхода. И уважение к своей профессии они все равно формируют каждый год. То есть нельзя, так скажем, быть, неорганизованным воспитаниям и потом стать успешным руководителем в полном уровне. То есть это формируется с первого дня работы, именно с того первого дня, как ты осознал, что тебе нужно действительно правильно относиться к тому выбору, который есть. Спасибо большое. У меня вопрос к залу есть. Скажите, пожалуйста, есть те, кто на сегодняшний день уже планирует твои карьеры, то есть вам ставят свои цели и мысли у тебя на какой позиции? Малого? Так, так, вот, вот. Пошли честные ответы, замечательно. А есть те, кто перетумал строить карьеру после того, как рассказали о своих трудностях наши сегодняшние гости? Нет ответа. Хорошо. Никого не стукало, все, значит, любите их трудностям. Уважаемые друзья, как я и говорила, два микрофона сзади, микрофоны для вас, для ваших вопросов. Поэтому, пожалуйста, кто созрел для вопросов, кто самый смелый, подходите. Прошу сразу всех представиться, когда будете задавать вопрос. И, соответственно, смотреть, кому вы его адресуете. Итак? Добрый день. Меня зовут Павел Дмитрий. Я прокуратур медицинского управления, а унистор регионального отделения. И у меня такой вопрос. Как научно-исследовательская деятельность в университете, какую она сыграла роль в основном линии вас, как министра, специалиста и так далее? Спасибо. Вопрос какой участник? Пробирали? Я не сказал, хваляя себя, я не рассказал, что я кандидат в лице скинул. Я написал кандидат в лице соискательном, я не был аспирантом, я был главным врачом. Я возвращаюсь к этому интимному вопросу, во сколько вы ложитесь, во сколько вы встаете. Учитываю, что работа главного врача единственного лечебного учреждения в округе, она достаточно тоже напряженная, и мы находились на побережье, у нас было большое количество судов, которые шли мимо, поскольку были связаны и сложные чрезвычайные ситуации, были связаны еще и с морем. Поэтому тезис Пирогова работал на 100%, работа врача была круглосуточной, телефон не выключался никогда, и учитывая большую такую напряженность и занятость, писать педагога была именно никакой. Поэтому я сделал для себя вывод, что я выделю себе определенное количество часов, которые я буду тратить именно на осознание той научной работы, которую я делаю. Точная работа дала возможность мне упорядочить все взгляды, все мысли, замыслы, которые были на тот момент, как у руководителя, единый такой механизм, который приносил результат не только для конкретного учреждения, для научной работы не пишется под конкретное начальное учреждение, а вот именно для работы в системе. И у меня это получилось. Тогда я занимался организацией гурдентных видов помощи, используя все возможные ресурсы, начиная с теми медицины, а затем часа две отца. Мне удалось это все реализовать научную работу, которую я зачитал на студенечнике. И чтобы не приводить плохой пример, не скажу, какое время я ее писал, но я примерно в день тратил на это два часа несколько лет. Это не совсем правильно, потому что научную работу нужно писать на едином дыхании, чтобы это был такой единый позыв. Я вот теми кусочками ее и достал. И когда я ее защитил, как вы знаете, вещи, то было принято те ограничительные решения не проводить неформальное общение после защиты аспирантов и иск искателей на территории института. У нас не было праздника такого не было. И выходя из студии Мечникова, я проходя мимо памятника Мечникова, у меня возник единственный вопрос, что я теперь буду делать в эти два часа, которые я на своем трафике выделил для написания работы. Но они мгновенно были заняты совершенно ими идеями и задачами. Но вот то, что научная работа дает возможность все разложить по полочкам, ознакомиться с большим количеством литературы по этой тематике, это тоже достаточно большой опыт, он их заменим. Я вот очень многие высказывания даже до сих пор помню из той литературы, которую я прочитал при литературном обоиске по своей теме. Поэтому в организационном смысле она и расширяет показов, и добавляет организованность к любому сотрудникам, заведующим отделением планов и врачей. Это просто рядовой сотрудник, ищущий свою идею в большом количестве информации, которые сегодня есть. Спасибо. То есть главное, я немножечко по вопросу Дмитрия перефразирую. Как помог Ваш учебный архитект и его изучение Вашей дальнейшей жизни? Собственно, если можно, я сейчас скажу, что это. Потому что я думаю, что, может быть, не все это знают. Ну, я не буду, но сначала продолжу. Значит, научно-исследовательская работа, я абсолютно согласна с Владимиром Александровичем, она позволяет упорядочить свои собственные знания, и она способствует формированию способностей к анализу. То есть анализ литературы, ну и анализ каких-то методик, методологий, анализ того, что изучалось до Тебя, и иногда, особенно Нагерпора называла удивление, как много на самом деле изучено всего в истории человечества. И это дополнительные знания профессиональные, безусловно, очень-очень елкие, очень большие знания. Это связь, допустим, ну, стоматология узкая достаточно, профессия, казалось бы, а на самом деле она связана со всем, что есть в организме человека, абсолютно со всем. И поэтому вот эти знания бездисциплинарные, они позволили вас совершенно по-другому посмотреть на те заболевания, которые учат каждого человека вообще на Земле, на самом деле, на стоматологические заболевания. Плюс научная работа дает огромный опыт по планированию, то есть, а это позволяет потом устраивать еще и стратегии. То есть, это очень важно. И, как я уже сказала, мы занимались на студенческих научных кружках, и это тоже очень важно для студентов, потому что первые шаги нужно сделать в университете, потому что если двигаться науку, то вот этот опыт, он бесценен. К сожалению, потом практическим здравоохранением вас никто этому не научит, если рядом не окажется защищенного со степенью коллеги. Поэтому учиться этому надо в университете в первую очередь. Поэтому правильное решение, на мой взгляд, было сделано государственное решение в законе об образовании, и прописано, что студенты вообще должны заниматься наукой. И это в Федеральном государственном образовательном стандартно обозначено. То есть, это обязательный компонент деятельности. Потому что это формирование, ну, формирование не только врача, да, но еще формирование, наверное, вот и стратегов будущих, научных работников очень серьезных. Ну, и очень важно найти при планировании любой научной работы вот то маленькое зерно, ведь кандидатская и докторская диссертация в большинстве случаев не решает каких-то глобальных проблем. Это все равно маленький кусочек, маленький вклад, который каждый человек может внести в науку и в то движение вперед по изучению человека, если говорить о медицине. А человек – это самая сложная вообще структура в природе. Изучать его очень трудно, и, безусловно, надо обираться на предыдущую. Вот поэтому, если говорить о моих научных исследованиях, они были связаны с очень многими направлениями. То есть, это и аллергология, иммунология, физиология. Это и физика, которая мне помогла на самом деле. То есть, физические процессы. Изучала я, в том числе, электрические сопротивления тканей. Мягкие ткани полостерта. Значит, это и педиатрия, поскольку я детский стоматолог, поэтому нужно было изучать. Это и фосфорный кальций обмен, ну и так далее. Это и дерматология, поскольку мне пришлось еще этим заниматься. То есть, это как бы цикл очень многих специальностей. Это очень интересно. А тема с вами вам отказывала, или просто наставит ли вы говорите с того, что не надо? Ну, вот тема нет. Тема мне была обозначена с первых дней ординатуры. Точнее сказать, в следующих кафедрах меня спросила, чем вы в деле заниматься. На тот момент времени, и даже на сегодняшний период времени, в стоматологии была очень плохо изучена парадонтология. И сейчас, вот если проблема кариеса в мире, она решена. Она считается решенной на уровне европейских стран и так далее. Она не решена в нашей стране, к сожалению. По сути дела, причины изучены, методы профилактики известны. И, в принципе, можно создать ситуацию, когда у ребенка будет состояние уже было хорошим, и это может сохранить на долгие годы. А вот заболевания парадонта, они не были изучены, и на сегодняшний день активно изучается во всем мире именно это направление. Я этим направлением хотела заниматься еще вот в 90-е годы. Сейчас, кстати говоря, американские исследования, и японские исследования показывают, что эта патология, она может способствовать развитию инфарктов миокарной инсульта, потому что генетический материал, микрофлоры, которые находятся в суперпеснивых карманах, он обнаружен в тромбах, которые находятся в коридоре головного мозга при инсульте и при инфарктах. То есть это к тому, что все в организме взаимосвязано. Но мне в заведующей кафедре не дал заниматься этой темой, ведь я погрузилась уже достаточно. У его дочери был атопический дерматит, а в станопологии он проявляется как атопический хиелит. Он сказал, мне вот очень интересно, и мне бы очень хотелось, чтобы моя дочь избавилась от этой патологии, это у меня достичным путем заставили заниматься хиелитами. Но когда я погрузилась в эту тему, оказалось, что это на самом деле очень-очень интересно, и очень интересные могут быть подходы в целом к лечению аллерг-драматитов, а ими страдают на сегодняшний день до 30% детей. Ну и, соответственно, по пути еще можно изучать хиелиты и их лечить тоже. Это заболевание на самом деле. По которому можно... Да, отражающих людей на судьбу, соответственно, где-то находится ряд. Вопросы? Да. Участник, я попрошу всех на стороне, кто планирует задать вопросы, вы можете подсказаться к второму микрофону, чтобы мы смогли больше вопросов от вас услышать. Представьте вас. Здравствуйте, я кандидат бойцы отряда сияний Международа. и есть такая проблема, что на пути. Часто воспринимают данную проблему или приятные ситуации, и мне бы хотелось узнать, что вам помогало не отпускать в руки, не отчаивать, что поддерживало вас, и что помогало на северность на вечном пути. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Дон Александрович. Что помогало? Помогает, возможно. Как было в детском мультике, да? Северовой молодой гантели. Но на самом деле, вот он где начал говорить, вопрос часто же задают какие-то коллеги младшего возраста, он всегда ли хотел быть врачом, не всегда ли он хотел быть врачом. Ну вот я не могу себе о себе такого сказать, что я на всю жизнь мечтал быть врачом, с детства такого не было. Берешь пример в основном с тех, рядом с тобой близких твоих родителей. Если папа военный, то у мальчика, а ряд человека возникает какое-то другое желание. Поэтому здесь первоначально то, каким образом ты относишься к тому, чем ты занимаешься. Если ты предан этому своему делу, то я думаю, что никакие перипетии, никакие сложности, никакие противодействия тебя не отвернут и не ослабят. Да, ты можешь остановиться, ты можешь дышаться, но потом ты в любом случае все равно продолжишь то, чем должен он заниматься, то, что ты уважаешь, любишь и должен сделать. Поэтому здесь я бы, наверное, назвал это преданностью своему делу, преданностью профессии, тем этими, которыми ты уже сформировал. Не могу сказать, что я не встречаюсь с этой проблемой. У меня тоже на ДЛК опускаются, причем достаточно часто, но я очень быстро возвращаюсь к первоначальному положению, где нужно делать шаг вперед, достигать, делать, решать проблемы. Ваши женские хитрости, как Вы? Ну, абсолютно согласно Светлана Александровича, могу добавить, что, безусловно, очень важным компонентом жизни любого человека является и семья, и близкие, и, конечно, крупные моменты, которые, в первую очередь, на семью, на мужа, на детей. Это очень важно. Ну, и еще, в своей профессии я всегда опиралась на пациентов, поскольку я, ну, правда, занималась всю жизнь лечением взрослых и детей, но дети мне всегда больше нравились. Вот когда сидит такой ребенок, которому больно, и он терпит, и ты видишь, что он терпит, вот изо всех сил он старается тебе помочь, и при этом у некоторых вот прям вот одна слезинка из глаза так опутилась по щеке, и ты ему помогаешь реально, да, уйти от этой боли, и понимаешь, что реальность него надо брать пример, да, то есть и благодарность пациентов за то, что ты помогаешь ему в жизни. А ситуаций было очень много, и вообще стоматология, она не заслужена, на мой взгляд, считается, ну, считалась, по крайней мере, раньше, второстепенной специальностью, а на самом деле мы общаемся с вами лицами, и в первую очередь мы обращаем друг на друга, когда разговариваем над лицом человеку эту улыбку, и от того, как мы выглядим, очень многое на самом деле зависит от того, как мы вообще живем на самом деле. Поэтому помогать людям быть красивыми и видеть эту благодарность, это очень всегда помогает в жизни. Ну, и если говорить о трудности, мне, конечно, помогал спорт всегда, потому что в детстве я с младших классов занималась спортом, то терпение, когда надо терпеть, по что бы то ни стало терпеть, оно, конечно, тоже всегда помогало, не только физически, но еще и морально, что ты же терпела раньше, то есть надо сейчас претерпеть, дальше будет все хорошо. Вы знаете, как говорят, есть люди, которые нацелены на процесс, а есть люди, которые ориентируют на результат. Просто результат в медицинской сфере, он какой-то достаточно специфический, но мне кажется, основное, это от чего находится сила, это от того, что вы видите полученные результаты, эти результаты двигают вас вперед и дальше. Ну, тогда вы слышите следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Николай Антонович. Я бы хотел обратиться к вам, Антон Александрович. Одним из направлений действий медицинских отрядов является пропилактика. То есть мы эгитируем на здоровый образ жизни, занятия спортом, правильная вакцинация, правильное питание и многое другое. Но ведь у нас есть и противники в этой сфере, есть различные псевдообрачи, псевдоцелители и многие другие, и они эгитируют не только на улицу, но эгитируют и с тяга в интернет. Можете попросить, как нам лучше с ними бороться? Стоит ли нам наращивать потенциалы своей партологической деятельности? Или можете ли вы нам помочь реконструктивно репрессионного парада то есть каким-то образом надавить на данные организации, и кто может исключить их из сферы общественной деятельности? У нас же, например, сейчас имеется специальный законопроект, который обязывает выделять отчетность, например, по самозанятым людям. Можем ли мы определить данные специалистов какую-то определенную категорию самозанятых людей, чтобы задавить на них в сей мощи репрессионного аппарата? Потому что у нас все имеется для этого. Спасибо. Вопросы, может, у Леса нам будет? Нужно начать с устройства государства российского. У нас, собственно, демократическое. И то, что у нас сейчас происходит, вы сказали, у вас назвали несколько направлений, где есть достаточно такая активная, иногда зачастую агрессивная оппоненция традиционному мнению и мнению, которое мы тратим как традиционное. В частности, наверное, самая большая роль это у противников вакцинации. Достаточно много публикаций, они выходят на центральные каналы, у нас не существует никакой сузуры в этом отношении. И зачастую мы видим, ну, такие, скажем, их результаты в своей практической деятельности. Не так давно, я вам приведу к примеру, у нас была, это было рядом, была ситуация, когда для периода нашего обучения и работы, у нас не было таких примеров, когда, допустим, в одном и северном пункте могло возникнуть три очага кори. То есть порь в наше время была побеждена полностью, это была абсолютно управляемая инфекция. Сейчас вот эта марокомиссия, которая существует по поводу порьмы с прививками, оно приводит к тому, что родители принимают решение о том, могут ли они вакцинировать, даже обязательными прививками своих детей или нет. Скорее всего, они опираются на какие-то доводы, какие-то информационные факты, но вот даже имея медицинское образование, чуть пуще того, кто не имеет медицинского образования, я не могу понять того человека, который берет на себя такую ответственность. То есть как родители могут взять ответственность совершенно, не обладая полной признаний и прогнозов по перспективам, если не приведет ребенка, обязательных вакцин, не просили взять новую вакцинацию для детей в соответствии с календарем, который признан принять во многих странах, в большинстве стран, и вам только зависит, разница со своим количеством. И у нас в итоге один из детей поехал на спортивные соревнования, не был привит, учитывая, что переехал с одного ребенка в другой, общался с большим количеством этих детей, там попал ребенок, который болел в коре, и ребенок, обратно вернувшись, вернулся сюда, а в коре начальные проявления, они такие общего характера, родители расценили, как он просто простыл, это был конец года, он был освещать большое количество факультативов, тренировки, занятий, этот ребенок прошелся по всем факультативам, ну и в общем-то объявил в контакт большое количество детей. Родители у него работали на больших производствах, они еще и на своих производствах эти контакты многократно усилили. А причина в том, что они приняли решение отказаться от всех периодов, и ни один ребенок, ни второй не был пригиб. Таким образом, мы получили три очага, выгоняли 7 очагов, 7 очагов заболевания и 3 заболевших в итоге. Система здравоохранения была огромные затраты на то, чтобы оценить всех, кто находился в очаге, потому что не проверяется иммунитет, это достоящее исследование. Ну, стояла такая угроза, риска приостановить работу в нескольких направлениях на промышленных производствах, потому что большое количество попадало в этот очаг контактируемых, они могли заболеть. Все из-за того, что кто-то принял такое решение. Мы не имеем права запрещать это, мы не имеем права осуждать, но вот то, чем это закончилось, я вам красочно пою. Их примеров, скорее всего, по стране огромное количество. Мы, конечно, справились с этими семьями очагами, мы их остановили, провели и профилактику, и ревакцинацию, но всего этого могло не быть. Если бы искаженные трактовки принятых постулатов, они бы все-таки не попирались. Поэтому ваш вопрос абсолютно справедлив, он злободневен, но механизмов юридических запрещать это, ограничивать, или, как вы сказали, как карать, у нас не существует. Мы вообще не карающий орган. Поэтому наша с вами задача донести истину до всех наших пациентов, до всех граждан, чтобы они эту истину услышали. А донести мы ее сможем, если они нам будут верить. Поэтому и вести себя нужно таким образом, что уровень доверия к нам будет много выше, чем тем, кто творит такое моргописие. Ну, собственно говоря, я здесь запомню немножечко, да, то, что говорит Николай, надо мир. Конечно, надо. Любовь Николаевна совершенно справедливо сказала, что если каждый из нас поменяет мир вокруг себя, хотя бы один квадратный метр, мы можем поменять многое, что происходит вокруг. Поэтому обязательно меняйте мир вокруг себя, донести это к знакомым, запускайте этот вирусный маркетинг, чтобы больше людей узнавали о том, как надо, как правильно, и объясняйте самое главное, почему. Потому что когда под этим идет хорошее сырье экологическая база, тогда все вопросы снимаются. Спасибо. Ждем следующий вопрос. Уже до того. Саша, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Локова Екатерина. Я из Премского края. Боец СМО САПС. Два вопроса. Либо выберите, какой вам больше нравится, либо, если сможете, ответите на оба. Во-первых, вы, как представители руководящих должностей, зачастую сталкиваетесь с выбором, и хотелось бы спросить вас, как вы находите грань между важным и нужным? Как вот это вот соединить? Потому что, как вы сказали, что многие люди жалуют, то есть какие-то проблемы, и как вот найти вот эту вот точку соприкосновения, чтобы удовлетворить более-менее все потребности и исключить все жалобы. И второе, уже частично касательно вопроса, какую роль вот семья сыграла в становлении вас как врачей, как научных работников. То есть есть же миф про то, что там не хватает времени на семью, все какое-то такое как-то на вашем примере, как это было? То есть помогло или в каких-то моментах наоборот? У тебя сейчас вопросы. Единственное, у вас времени не так много, а вопросы еще будут заданы. Если можно, то кратко. Хорошо? Ну, то, что времени не хватает, это не миф, его действительно не хватает. В первую очередь страдает семья, потому как мы большую часть времени проводим на работе. Это действительно не миф. Ну, а если кратко ответить, как семья реагировала на все то, что мы с Украиной Николаевной сейчас вам рассказываем, став руководителем. Наверное, правильно сказать, семья позволила нам стать руководителем. То есть нас поддерживали, нас ждали, нам что-то прощали. Поэтому мы вот дошли до такого уровня, где больше участия мы, конечно же, тратим на работу. Что касается, как выбирать важное и неважное, вот мне уже был этот вопрос, да, что изменило в моей жизни эту должность. В том числе она заставила меня по-другому научиться выбирать приоритеты, потому что этот уровень руководству, он не позволяет вести себя военному. Единственное, что вы сказали, что люди там жалуются или не жалуются, это совершенно другая форма работы, обращение граждан, она обязательно для нас всех. А вот выбор, что в приоритете, это вот часто, чаще всего, не встречается в течение рабочего дня, в течение рабочего года. То есть нужно выбрать из большого количества обращений и проблем именно ту, которая не решится без твоего участия и влияния. Вот здесь иногда бывает сложно выбрать, иногда они стоят в одной плоскости, то есть тогда идешь в ущерб своему времени и выбираешь не одно, а выбираешь все, просто тратишь на это все свое время. Можно долго на ту и другую тему говорить, страдает ли семья? Мне часто этот вопрос вообще задавали в жизни, когда мама занята лучшими. Но вы знаете, на этот вопрос ответили мои дочери, уже будучи взрослыми. И я даже была несколько, ну не то чтобы удивлена, но приятно удивилась, скажем так. Воспитывает пример родителей. И если дети видят, что родители много работают, то дети, как правило, тоже работают. Это, кстати говоря, очень хорошо еще и видно вот по той золотой молодежи, которую мы иногда по телевидению показывали. То есть им делать нечего. Их примеры, наверное, нет. Вот занятости такой активной. Вот поэтому, когда много приходится работать, то воспитание, оно происходит отчасти где-то, может быть, само по себе. Например, делать атлеты. Я учила дочь по телефону. Печь блины тоже по телефону. Говорила, в каких пропорциях что смешать. Но она сейчас мне говорит о том, что я очень благодарна, потому что я освоила это сама. Я все умею в этой жизни. Поэтому вот есть две стороны медали этой занятости. Это иногда и очень полезно. Во-первых, мы с другими стали очень самостоятельными в достаточно раннем возрасте. И, соответственно, правильный выбор, на мой взгляд, как бы по определению своей судьбы. Это тоже очень важно. Ну, по поводу приоритетов, значит, что могу сказать. Да, нужно каждый день выбирать. Очень хорошо, если рядом находятся помощники, которые, ну, или команда, как теперь можно говорить, которые помогают с полуслова, что нужно сделать и чем помочь. То есть часть чего-то можно переложить на помощников, которые правильно выберут решение. Или ты объяснишь им, и они сделают все правильно, как разрешить любую ситуацию. Поэтому приоритеты расставлять сложно, но это необходимость ежедневно. То есть нужно этим постоянно заниматься. Есть определенная стратегическая линия, есть цель, к ней нужно идти. И понятно, что вот эта дорога к выполнению той или иной цели, поставленной задачи, она будет иметь препятствия. Это нужно правильно и грамотно разъяснять сотрудникам, студентам, почему мы делаем именно так. Это очень важно. То есть, к сожалению, на это тоже есть, когда я приму. К сожалению. Знаете, Толик, несмотря на то, что я совершенно из другой сферы, я вообще релика от медицины, но нас с вами очень много объединяет. Я кандидат экономических наук. Так вот, слушая вас, я понимаю одно, что на самом деле умение анализировать и раскладывать по полочкам, превращать в эту систему, на самом деле, потом помогает во всем. И в том числе общение с семьей, находить время на них, вовремя где-то с ними пообщаться, там, где можно отпустить ситуацию, отпустить эту ситуацию. И, соответственно, точно так же там с коллегами, с учениками, с крочками. Я очень хорошо понимаю Дмитрия Николаевна. Я мама двух детей. При этом я ни разу не входила в декрет. В первом случае, один эти дни я была в доме, во втором случае, и тому меньше я была. Отсутствовала там никакой работы, поэтому я знаю, как это тяжело и как-то морально, в первую очередь, тяжело. Вот, девушки, приготовьтесь к этому, пока вы сами себе будете задавать вопрос. А хорошая ли я мать, пока я буду вот пою из болячек, не ради пациентов, там, еще, да, каких-то важных вещей, а ребенок дома? Не важно, с папой вот этот момент, с бабушкой, с дедушкой, с дедушкой, с дедушкой, с дедушкой, с дедушкой. Я не раз наблюдала, как он по нашей красивой набережной, с собственными детьми гуляет. Это потрясающая картина. При этом, кстати говоря, я не видела рядом с женой, но это вот целенаправленное общение папы и детей, что особенно ценно в современном мире, потому что многие папы вообще убегают от этой функции, а тут папа руководитель, да, на каком хвосту, находит время. Вот эта иерархия ценностей, умение расставлять приоритеты, конечно, во многом вам придадится. Ждем следующий вопрос, пожалуйста. Представьтесь. Добрый день. Меня зовут Астасия. Я представляю Иркутскую область. Послушав вас, я на самом деле очень так удивлена и даже освещена тем, как вы на счет, на этой деле находите время. И мне очень интересно, каким образом вы выстраивали свой рабочий день во время учебы в университете, в медицинском университете, и каким образом вы тренируете свой день сейчас, для того, чтобы по максимуму успевать. Анатолий Иванович, как в плане начнута? Вот, как Силовь Николаевна говорила, про спорт. У нас в университете всегда был спорт, много было секций, все были поглощены. Тут есть несколько команд. Есть они, может быть, меняются, занимают другие места. Мы были все, в общем-то, просто отождествлены занятием спортом. У нас все перемешивалось с лекцией утром, спортом, вечером и так далее. То есть мы больше тратили время на обучение, потому что оно более затратное было. У нас не было электронных книг, не были только библиотеки. Мы за ними стояли в очередь и в библиотеку института. То есть времени здесь уходило, конечно, больше. Сегодня у вас огромное количество всяких интерактивных возможностей получить ту или иную информацию. Я сейчас могу сказать, насколько она достоверна и неправильно преподнесена. Все-таки книги проходили определенную цензуру, и мы безупречно доверяли. Как сейчас, не трудно это комментировать, но тем не менее источников информации очень много. А вот и день этого было, в принципе, определенное занятие, лекции, если есть свободное время спорта, обязательно занятие дома по поводу завтрашнего дня, домашнее задание, подготовка. Сегодня я лично работаю в условиях, ну, процентов на 75 чрезвычайных ситуаций. У меня приходят телеграммы, поручения, у меня есть выезды, командировки, график. Растается в пятницу, в понедельник примерно к 11 часам, он уже не соответствует пятничному. Поэтому здесь нужно очень быстро адаптироваться к этому. И опять же, возвращаясь к тому вопросу, что изменилось, где я сказал, изменилось все, у меня изменился такой сенс ценности, да, то есть у меня стали неценности. То есть спикер сказал, что меня видел, а я не так часто пуляю по набережной, но действительно стараюсь это делать, потому что уровень вот этих минут имеет совершенно иную ценности, чем тех минут, которые я проводил со своей семьей, но держит 15 лет назад. Поэтому здесь вот этот выбор просто перекрещивается. И сегодняшний день, ну вот организованность твоя, которая закладывается очень давно, она очень многое значит, и результативность к нему зависит от нее. И это не единая формула, которую мы вам сегодня сказали, как быть максимально эффективным. Она зависит от массовых условий, от твоих возможностей, от твоей выносливости, от твоей подготовки и так далее. И самое главное, как она сказала, она назвала это командой, модным словом, и вообще это называется сарай. Чем больше вопрос сарай, это прям более организован ты, тем достижение цели. Как у вас, наверное, что у меня там есть какие-то специальные инструменты? Ну, для того, чтобы экономить время, его надо просто не разбазаривать, куда не следует. Ну, еще раз повторюсь, меня это научил спорт. В четвертом классе я стала заниматься конькобежным спортом, и с окраины города Ангельска везла в центральную часть на стадион Динамо. Значит, все местные предметы учились в автобусе. Наверное, не очень правильно, но я экономила время, потому что дорога и еще транспортная доступность, когда автобусы очень редко ходили, значит, она по-другому нельзя было организовать. Но поскольку конькобежный спорт предполагает выход на лед, потом небольшой перерыв, снова выход на лед, в перерывах я тоже учила какие-то уроки. То есть я экономила время везде. Это очень помогло потом, когда я занималась уже своими диссертациями, когда появились дети. То есть нужно... Вот сейчас я очень часто наблюдаю, когда... Ну, в соцсетях. Все сейчас в соцсетях, все в телефоне. Вы посчитайте, сколько вы тратите времени. Вот просто. Да, общение, оно необходимо. Но, на мой взгляд, значительно важнее просто поговорить с другом, если есть такая возможность, то просто вживую поговорить, нежели бесконечно отвечать на согласки в телефоне. На это уходит колоссальное количество времени, если проанализировать. За это время мы могли бы успеть значительно сделать больше полезного для своей профессии, для своей не своей профессии, может быть, для карьеры, для научно-исследовательской работы, или еще для чего-то. Может быть, даже для своих родителей. Потому что сейчас просто затраты невероятные. Впустую. Поэтому планирование зависит от того, как вы расставляете приоритеты, и чего вы хотите в этой жизни достичь. Студента второго курса, я вообще люблю заниматься со студентами второго курса, в этом году еще не вела занятия, но обязательно буду. Я всегда спрашиваю на первых занятиях, а кем вы хотите стать в годах 50-60? Что вы хотите? Вот если вы ставите перед собой задачу стать министром здравоохранения области или даже Российской Федерации, то все ваши действия должны быть такие. Если вы хотите стать профессионалом хотя бы, то тогда тоже нужно выстраивать всю вашу работу, направленную в это направление. А иначе, к сожалению, потом, когда глянетесь к 45 годам, а вспомнить нечего, да? То есть и достигнуть ничего не удалось. Поэтому время надо экономить, его надо действительно правильно планировать. Ну, то есть, на самом деле, чем больше задач, чем больше вы себе в график нарисуете, причем с самого раннего возраста, тем больше вы научитесь работать со временем. И что касается социальных сетей, и буквально это моя профессиональная деятельность уже, по последним данным в России, в среднем один человек у нас в России проводит в день 2 часа 35 минут в социальных сетях. Причем это не обязательно общение, это вообще там любые просмотры и так далее. 2 часа 35. Вот он сам, чем 2 часа в день тратилось на научную работу. Это для сравнения. Еще один вопрос примем. Вы заключительный у нас. Добрый день. Меня зовут Полина. Я представитель студенческого статистического отряда «Амальгама» в Новосибирске. Вот знаете, пока обучаешься, ты слышишь такую правду. Да вот, у вас там легка дня, а раньше обучение было гораздо труднее и комбинировалось с тем, чем очень много сфер. Вот как вы считаете, медицинское образование, оно изменилось или нет? Я думаю, что оно изменилось, но я, например, не разумею длился летка дня. Мне кажется, сегодня учиться тяжелее, потому что плотность информационного потока намного выше, и доступность его выше, и, соответственно, желание его постичь тоже выше. Это тоже, наверное, как-то нужно учиться выбирать нужное, важное и так далее. Поэтому, в принципе, нельзя сравнивать. В разных эпохи жили и учились. Мы с Любовью Петраем пытаемся сегодня, сейчас донести до вас не то, что нам было сложнее равняйтесь на нас. Нет, мы хотим до вас донести, что у нас есть некий опыт, который бы вам позволил быть более переживым к тому, что вам нужно и более эффективным. То есть цените то, что, может быть, мы не до конца оценили в свой период времени, когда мы были на вашем месте. Потому что сегодня мы смотрим на это совершенно по-другому. Возвращаясь к тому же вопросу, все изменяет, чем выше прозвольство, а совершенно по-другому, чем другую призму смотришь на мир. Поэтому вам, наверное, не сложнее, у вас все по-другому. А что касается изменения образования, то, конечно, количество информации и количество информации для педагогов, оно же тоже на них накладывает отпечаток. И они вам должны дать самое важное. Мы сегодня на площадке, когда работали, я говорил ребятам, что самое главное – это правильно с первого дня аккумулировать в себе, сыграть в себе максимальное количество компетенций. То есть не бывает лишних знаний. Просто нужно выбрать, что ты действительно хочешь, какие знания тебе нужны. Поэтому качество вашего образования будет зависеть еще в том числе и в первую очередь, в том числе будет зависеть от того, как вы к нему относитесь. Автоматически вы его не получите. Медицинское образование и не абонентское. То есть нельзя прийти, отучиться шесть лет и получить базис какой-то. Можно прослушать шесть лет, выйти и задать себе вопрос, где был учет для вас. А можно выйти и понять, что да, я получил это образование, мне теперь не хватает. И самое главное – понять, чего не хватает. Все вам в институте, конечно же, не дадут. Поэтому у вас непростая задача, я не сохраняюсь к тому, что вам легче, чем нам. Может быть, даже где-то посложнее. Любовь Николаевна, как там насчет легкой дни? Медицинское образование никогда не было, никогда не будет легким. Никогда. То есть во все времена. Это было очень сложное учение. И, конечно, оно изменилось за последние годы. И не хочу сказать, в лучшую или в худшую сторону, оно просто меняется в соответствии с требованиями времени. Появились информационные технологии, и вам легче сейчас, потому что вы имеете доступ к огромным информационным ресурсам. То, чего у нас не было. Но для того, чтобы сделать обзор литературы для кандидатской диссертации, я две недели жила в Москве в Центральной научно-исследовательской библиотеке. И просто копировала статьи, потому что не было фотоаппаратов, которые быстро это делали, не было ксероксов, которые это делали. То есть тратила нас колоссальное количество времени. Сейчас вы одним кликом мышки можете себе скачать из любой базы данных, в той или иной информации. Но интернет, он имеет такую особенность, другую. То есть идет упрощение информации, и самое главное еще потеря информации. Потеря знаний сейчас происходит. Потому что все сидят в Википедии. А там очень такие вот обобщенные, и не всегда конкретные, и не всегда научные знания, понимаете? Поэтому нужно читать специальную профессиональную литературу обязательно, по разным направлениям. Не нужно оббираться только на такие, ну, совсем поверхностные знания. Появились симуляторы, которых не было, когда мы учились. Мы, извините, учились лечить людей сразу на людях. Это неправильно. То есть сейчас есть возможность до автоматизма те или иные манипуляции освоить на симуляторах. Это огромный плюс. И причем нужно приходить, осваивать самостоятельно, еще раз приходить там и так далее. То есть центры симуляционные, во всех медицинских кузах созданы, возможности такие сейчас есть. Клиники, где располагаются наши клинические базы, изменились тоже в течение этого лета. Этих лет они наполнены современнейшим оборудованием. И студенты видят это оборудование и во многих случаях имеют доступ, они могут посмотреть, как оно работает. Изменилась диагностика, подходы к лечению и так далее. То есть это то, чего мы даже не мечтали об этих вещах. Поэтому образование, оно меняется, в том числе и вместе со здравоохранением в Российской Федерации. А учиться в Турлумном было всегда. Объем информации увеличивается, удваивается, утраивается. Самое главное, чтобы не происходила его потеря информации. Вот поэтому иногда очень полезно обращаться и к источникам. Ну, Гиппократу, например. Там очень много умных вещей написано. Ну, мне подарила пациентка, когда я защитила докторскую диссертацию, моя пациентка, она верующая православная подарила православный лечебник этой ремии. И я в отпуске поехала летом, взяла его с собой, решила его полистать. И я поняла ужасу своему, что там написано все, чем я занималась в своей докторской диссертации. Так это когда было? Это когда было, да? То есть это было больше тысячи лет назад. Поэтому очень много информации хранится в тех источниках, которые были когда-то. Вообще считается, и это доказано научно, с научной точки зрения максимальное количество информации хранится где-то примерно в 20-летней давности источника. Вот там нужно искать те крупинки, те вот какие-то моменты, которые нужно изучать сейчас, уже на более современной аппаратуре, современными методами диагностики. Поэтому очень полезно считать литературу не только современную, не только там, как сейчас рекомендуют, в 5-летней давности. Потому что там знания, фундаментальные знания, они в песочках 60-х, 70-х, годов 80-х, а может быть даже еще и более ранее. И это реагирует тем, кто хочет заниматься научно-исследовательской работой, серьезно, и хочет чего-то достичь в научно-исследовательской работе. Спасибо большое. Я сформулировал, почему вам тяжелее, как я бы не парни выступала. Вам тяжелее, потому что у вас высшие риски примитивизировать свои знания. То есть на любой вопрос, который мы не знали в свое время, ответ, мы шли в библиотеку, его искали. Вы достаете телефон, нажимаете, вам выпадает в википедель, и некая информация, которая как бы считается на этот момент достоверна. Такова ли она или нет, нужно. Поэтому вам, наверное, здесь тяжелее. То есть у вас соблазнов быстрее получить информацию больше, а вероятность, что она достоверная, со мной. Знаете, коллеги, подводя итог нашему сегодняшему диалогу, во-первых, я хочу всем пожелать, здесь, кто присутствовал, чтобы однажды в вашей жизни случилось ровно так же, чтобы вас позвали на диалог на равных, чтобы вы сидели на сцене и с вами хотели общаться другие. А кроме того, все, что сегодня говорилось, так или иначе приходит к двум вещам. Первое. Если ты работаешь, если ты хочешь быть профессионалом, ты развиваешься, ты более-менее должен будешь посвящать этому много времени, времени на что-то другое будет не хватать, но зато ты станешь таким человеком, с которым захотят общаться другие, которые обязательно призовут и в чрезвычайной ситуации, и в важном моменте развития, и на руководящую должность. А еще люди, которые сегодня были на сцене, и я надеюсь, что были ровно такие же, мыслят стратегически, мыслят в будущем. Моя профессия, мое будущее, вы с этого сегодня с вами начинали. И вот это стратегическое мышление очень важно, если оно у вас в присутствии в этой природе, воспитать в себе, потому что стратегик на самом деле видно сразу. И даже те люди, которые садят дуб под окном своего дома, сразу показывают, насколько они стратегически мыслят, потому что дуб сегодня маленький росточек, он красивый, не у красивой листья, но когда через 20 лет, через 50 лет это будет настоящий дуб, он на расстоянии от одного метра от дома находиться не может, это стратегически неправильно. Поэтому воспитывайте в себе этих стратегов, развивайте свои профессии и делайте так, чтобы ваше будущее было успешным, красивым, ярким, и чтобы ваши будущие семьи обязательно вас в этом поддерживали. Спасибо вам за сегодняшний день. Давайте, да. на нашу работу он со временем могут, наверное, как-то название изменится сегодня.